Наступивший год обещает быть самым захватывающим в истории человечества по исследованию космоса, так как достигнут Марса сразу три космические аппарата из США, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Еще две миссии из США отправятся в этом году к астероидам. Юпитер и его спутники не станут исключением. Всем привет, с вами Финимор. В 2021 году Россия, Украина и Индия впервые попробуют совершить мягкую посадку на Луну, отправляя своих роботов и исследователей на ее поверхность. И наконец, в 2021 году впервые стартуют сразу пять совершенно новых ракет. Не знаю как вам, но в этом я вижу некую закономерность. Но давайте обо всем по порядку. Кроме США, в 2021 году в пилотируемой космонавтике должен отличиться и Китай, который при помощи тяжелой ракеты Long Mark 5B с космодрома Венчань с северо-восточной побережья острова Хайнань во втором квартале запланировал запуск базового модуля Тянхэ национальной космической станции. В случае успеха данной миссии второй модуль станции Венчань может отправиться на околоземную орбиту немного позднее в этом году. После дальнейшего развития китайская лаборатория, которая должна состоять не менее чем из трех модулей, станет третьей в мире после затопленного советско-российского мира и действующей ныне МКС. В феврале 2021 года Марса достигнут сразу три научные миссии. Американская «Марс-2020» включает в себя однотонный ровер «Персеверанс» и двухкилограммовый беспилотник вертолетного типа «Индженити». Посадка на поверхность Марса ожидается 18 февраля 2021 года в районе кратера Эзера. Основная цель программы «Марс-2020» – астробиологические исследования, основные задачи летательного аппарата, поиск оптимальных и наиболее перспективных маршрутов для будущих марсоходов. Орбитальный зонд «Хоуп» займется в частности климатическими исследованиями Марса и изучением причин утечки из его атмосферы, водорода и кислорода. Миссия «Тяньвень-1» проведет геофизические и астробиологические исследования Марса, включая в частности орбитальный аппарат и роввер. Последний должен высадиться на равнине «Утопия» – крупнейшем на Марсе и в Солнечной системе из известных науке ударным бассейне. В октябре этого года с космодрома «Восточный» при помощи средней ракеты «Союз-2» к Луне должна улететь первая российская лунная миссия. «Луна-25» предполагает посадку спускаемого аппарата в районе кратера «Богуславский» вблизи южного полюса Луны, вероятно, богатого залежами водяного льда. После посадки аппарат проведет исследование свойств и состава полярного грунта, измерит его характеристики. Название первой российской лунной миссии намекает явно на преемственность с лунной программой СССР, в ходе которой состоялась советская лунная миссия в августе 1976 года «Луна-24», тогда на Землю с помощью этого спутника были доставлены образцы лунного грунта. В конце 2021 года к Луне может полететь индийская миссия «Чандрайан-3», новая программа практически полностью повторяет предыдущую «Чандрайан-2», которая завершилась неудачей. В отличие от последней «Чандрайан-3» включает посадочный модуль и ровер, но лишается орбитального аппарата. Высока вероятность переноса данной миссии на начало 2022 года. Свои миссии в 2021 году к Луне планируют отправить, кроме России и Индии, несколько американских частных компаний. Одна из них «Перегрин-миссия» от «Астроботик Технолоджи» должна стартовать в июле 2021 года при помощи тяжелой ракеты «Вулкан Кентавр». Соответствующий зон должен прилуниться на северо-восточной видимой стороне Луны, на борту которого будут находиться украинские роботы, с помощью которых будет проведена разведка труднодоступных областей. В рамках этой миссии по заказу НАСА планируется провести тестирование технологий навигации и посадки. В октябре к Луне при помощи тяжелой ракеты Falcon 9 полетит спускаемый аппарат Nova-S, созданный «Интуитив-машин» для НАСА с целью отработки доставки небольших грузов на Луну. В июле НАСА запланировало утопление в атмосфере Юпитера станции «Юпитер-Полар-Арбитр» или «Джуна». Таким образом, ученые собираются предотвратить попадение биоматериала с Земли на спутник газового гиганта. В подлёдных океанах которых, скорее всего, существует жизнь. Завершение миссии планировалось на февраль 2018 года, однако отличное состояние космического аппарата, в частности его микроэлектроники, способные работать в жестких условиях радиационного поля крупнейшей планеты Солнечной системы, позволило продолжить его работу. В ходе миссии НАСА провело исследование облаков и полярных сияний Юпитера, уточнило современные теории происхождения планеты, строения и физический состав атмосферы и магнитосферы. Станция, запущенная в августе 2011 года с космодрома на Наверал, при помощи ракетоносителя «Атлас-5» прибыла к Юпитеру в июле 2016 года. Аппарат произведен крупнейшей военно-промышленной компанией в мире, американской корпорацией Lockheed Martin и управляется лабораторией реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене. Тем не менее, в американском космическом агентстве допускают продолжение работы Juno до 2025 года. К указанному времени, станция, в частности в рамках расширенной миссии, может успеть исследовать три крупнейших спутника Юпитера — Ганимед, Европу и Ио. В июле с базы Вандерберг, Калифорния стартует Falcon 9 с миссии «Дубль Asteroid Redirection Test», сокращенно DART, к двойному околоземному астероиду из группы Аполлонов 65803 Didim. Научная программа предполагает столкновение космического аппарата с Луной основного астероида. Это изменит траекторию его движения. Полученные по итогам этой миссии данные НАСА планирует использовать для разработки одного из возможных сценариев противодействия астероидной опасности, заключающего в перенаправлении потенциально опасных астероидов в сторону от Земли. Старт еще одной астероидной миссии в 2021 году запланирован на октябрь или ноябрь, когда с космодрома на мысе Канаверал, Флорида стартует тяжелая ракета «Атлас-5» со станции «Люси», в ходе которой планируется исследование троянских астероидов Юпитера. В рамках миссии в период с апреля 2025 года по март 2033 год планируется пролететь мимо шести больших астероидов. В октябре с космодрома Куру, французская Гвиана, при помощи европейской тяжелой ракеты «Ариадна-5» будет запущен один из флагманских проектов НАСА – космический телескоп «Джеймс Вебб». Эта инфракрасная обсерватория будет установлена во второй точке Лагранжа на расстоянии около 1,6 миллиона километров от планеты. Основная задача Джеймс Вебба – изучение Вселенной, галактик и сверхмассивных черных дыр, а также подробное исследование экзопланет. В 2021 году также могут стартовать следующие ракеты «Нью Глен» американской компании «Blue Origin», «Вулкан» американского альянса «Юнитет» и «Ха-3» японской корпорации «Митсубиси Хэви Индустриэс». В частности, «Вулкан», использующий американские двигатели, заменит «Атлас-5». Кроме того, в текущем году должен состояться первый пуск европейской ракеты «Ариадна-6» с космодрома «Куру», французская «Гвиана». В наступившем году компания SpaceX продолжит испытания прототипа космического корабля «Старшип», который может свершить свой первый полет в космос, а другой американский стартап «Астра» попробует при помощи сверхлегкого носителя «Рокет» вывести полезную нагрузку на околоземную орбиту. Также в этом году в Китае попытаются впервые вертикально посадить две первые ступени средней ракеты «Лонг-Марк-8». Эксперименты с многоразовыми технологиями, предполагающими использование аэродинамического тормоза и парашюта, продолжит и американская компания «Ракет-Лаб», успешно запускающая сверхлегкий носитель «Электрон». В ноябре свой первый полет может свершить американская сверхтяжелая ракета «Спейс Лаунч Систем» «Слс». Носитель, стартующий с космического центра имени Джона Кеннеди Флорида запустит на окололунную орбиту многоразовый космический корабль «Орион», а также несколько небольших экспериментальных космических аппаратов. Полет СЛС с «Орион» станет первым в рамках программы «Артемида», целью которой является возвращение США на Луну. В космосе «Орион» пробудет более 25 суток, включая шесть на окололунной орбите, после чего космический корабль должен вернуться обратно на Землю. Колонизация Марса – давняя мечта ученых, и они стремятся всячески максимально сократить время полета. Инженер НАСА Филипп Любин предложил идею создания фотонного привода, который позволит космическому кораблю развивать огромную скорость. С фотонным двигателем космический аппарат весом в 100 килограмм долетит до Марса всего за три дня, большой пилотируемый корабль с пассажирами на борту примерно за месяц. Преимущество фотонного двигателя в том, что топливо просто не требуется. Простыми словами, корабль будет развивать скорость с помощью невероятно мощного лазера. Современные ракеты не могут брать достаточно топлива с собой. Следовательно, не получится развить нужную скорость и улететь очень далеко. Но фотонный привод разгонит корабль до скорости света, что позволит нам путешествовать с далеким звездам. Наконец-то мы все ближе к воплощению нашей давней мечты в реальность. Не знаю, как вам, но лично мне вся эта космическая свистопляска, особенно на фоне последних событий выглядит как-то очень странно. Сомневаетесь? Тогда давайте обо всем по порядку. Почему именно в 2021 году все так активизировались в своих космических программах? Выходит, было все спокойно до 2020 года, а потом ба-бах и случилось нечто, что напугало так сильно всю планету. Да так напугало, что все сразу дружно сиганули в космос. Именно в 2021 году, не раньше и не позже. Видимо времени на раскачку уже не осталось. Возможно, есть более серьезная проблема. Но это точно не гигантский астероид, так как они падают постоянно на нашу планету. И уследить за всеми, увы, просто невозможно. Разве что, когда они входят в атмосферу и какие-либо решения принимать уже слишком поздно. Вспомните хотя бы Челябинский метеорит, а подобных случаев довольно много. Возможно, участившиеся случаи наблюдений НЛО говорят нам о том, что вернулись хозяева и нас просто вежливо попросили освободить эту жилую площадь. А чтобы мы им не мешали, пока ищем новый дом для себя, вежливо попросили нас сидеть по своим норкам и не мелькать на глазах. Возможно, мы находимся в состоянии космической войны, а спутники Илона – это своего рода планетарная защита. Вот только от кого или чего пытаемся защититься? Версия, конечно, звучит бредово, я это сам понимаю, но другого объяснения у меня пока нет. Я буду очень рад, если вы докажете мне обратное, так как мои версии выглядят весьма пугающе. Действительно, наступивший 2021 год будет весьма интересным во многих планах, поэтому следим внимательно за дальнейшим развитием событий, так как у времени есть одно замечательное свойство – оно всегда все ставит на свои места. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.